Братцы, я от всей души приветствую вас на канале Строим Дом своими руками. Мы не прекращаем стройку, хотя на улице... Хотя на улице минус 38 градусов, как обычно. Сейчас покажу на одном доме. Градусник. Он, правда, немножко неправду показывает, но я думаю, вам будет понятно. Смотрите, вот мы проезжаем. А, минус 24 он рисует. Но он и летом рисует не совсем правильную температуру. Машина забита полностью. Где-то там сидит Евгения. Женя! Ой, ее не слышно, может я ее забыл. Давайте назовем этот выпуск, или даже, может быть, сделать плейлист, который будет называться «Въехать в дом в этом году». Как вам такой вариант? И туда будем скидывать все наши сериальные серии, выпуски, видео. Ну, а мы начинаем. Интересная ситуация. Получается, приехали на стройку, взяли с собой шкаф распределительный для коллектора. И понимаем, что два шкафа ставить под мойку, это просто некрасиво, неуютно и никак. Это мы так с Женей посоветовались. Поэтому мы решили, что этот шкаф мы поставим наверх. А сюда мы просто возьмем коллекторы и повешаем их на стену. Только опять же, смотри, мы сейчас их повешаем, а за ними надо проштукатурить. А сейчас мороз. Как вот тут поступить, я не знаю. А с другой стороны, скорее всего, будет кафель же у нас, да? Поэтому мы просто потом коллекторы аккуратно открутим, оттопырим, кафель я наклею, да? И назад их поставим. И они у нас окажутся в шкафу. То есть, здесь будет большая раковина, которая будет закрываться с дверками. То есть, открыл, и тут уже коллекторы стоят теплого пола и радиаторной сети. Значит, этот шкаф, короче, пока не нужен. Сейчас надо приготовить дров, потому что работа у нас сейчас в доме будет происходить. И надо трубы согреть. Я их буду греть в той комнате, которую вы все знаете, где находится печка. Ну, для этого мне сегодня на помощь приехала моя Женька. Дрова достаем. Но куда же без квестов? Дрова под кирпичами, а кирпичи под снегом. Этим летом по случаю мне перепал целый прицеп пороков древесины от завода по строительству домов из кольеного бруса. Если есть кто с Бийской или окраиной, пишите. Скажу, где взять очень недорого. Горит просто отлично. Друзья, сегодняшний выпуск будет в режиме влога. Но обещаю в следующей серии показать много интересных решений. Разгружаю свой грузовик и готовлюсь затопить печурку в доме. Как реклама закрыть? Вы мне написали в комментариях в инстаграме, что специально для того, чтобы работать с трубами, возьми фен. Я сейчас в город смотался, купил фен. Так что можно работать в мороз. Кстати, представляете, купил сшитый полиэтилен. Смотрите, тут сарапинка. А, не видно. Тут сарапинка. И вот тут прям его шоркнули обо что-то. Это же повреждение, как бы. Вот вчера увидел только. Кто смотрит наши зимние выпуски давно, видели, как я, затапливая печку, бегал наверх, чтобы открыть приточную вентиляцию. Самый прикол в том, что это овощехранилище. И я изначально здесь оставлял два отверстия. Это для приточной вентиляции. Туда мы сейчас вытащили трубу. И для вытяжки. То есть труба уже есть, только она закрыта крышкой наверху. Мне просто надо ее выбить, и у меня будет сейчас приточка. И как вы писали в комментариях, оптимальный вариант это прогреть трубу внутри феном, чтобы она дала уже тепло наверх. Сейчас я все ваши советы использую на деле. И мы посмотрим, будет ли она дымить или нет. Как же я раньше сам не догадался, где взять приток свежего воздуха. А, 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 очки. Сооружаю нехитрую систему, призванную подавать приток дозированно. Ну это временная мера, вы же понимаете. Тянет сюда, значит там работает на вытяжку. О, она вытягивает, смотрите. Огонек туда идет. Но мы все-таки еще трубу прогреем, чтобы на верочку. Так, включай. Прикольно. Сразу тепло. У меня никогда не было федо, друзья. Ну-ка, максималка, что у него? 600, да? 600. Ой, что-то он боняет, начинает. Ой, дымить. Я думаю, надо поджечь уже печку и заодно греть. Ага. Тяга, тяга, ребята, без дыма. По-моему, ваши советы, как правильно растопить буржуйку, снова сработали. В который раз благодарю вас за комментарии. Ну просто, вот смотрите, ни одного дымка. Ну, это вы видите, это снег оттаял сейчас по трубе. Уже понимаю, что тяга 100% пошла туда. Ни одного дымка здесь вообще нет. Пахнет, вот честно говоря, свежим феном пахнет немножко. Ну, видимо, он новый, и мы еще ни разу не пользовались. И вот им запах немножко есть. Он отгорает там всякие эти тефальки его. Ни одного вообще запашка даже не пошло. Все сразу в трубу. Я решил, что в бане у нас будет постоянно тепло. Для этого я должен коллектору теплого пола в баню провести тоже 32 трубу. Но также мы определили с Женей, что скорее всего, если все будет хорошо, то мы будем делать бассейн. Это у нас будет прям грандиозный спойлер будущих видосов, друзья. Ну, конечно, это не сразу, не завтра. Потому что сначала я хочу ехать, наконец-то, в эту замечательную избушку. И раз мы хотим подключать бассейн, то, соответственно, 25 трубу тянуть на баню тоже, наверное, слабовато. Поэтому будет 32 труба. И еще один момент. Так как все это будет заливаться в пол навсегда, то лучше я использую здесь чешскую трубу. И буду уверен, что хорошая, качественная труба будет мне служить верой и правдой долгие годы. Даже то, что она будет для горячей воды, но через нее будет идти холодная. В общем, короче, для того, чтобы вам было понятнее, я объясню. Я хочу сейчас запустить в баню 4 линии 32 трубы. Если коротко, это так. Если чуть подлиннее, то это приточка и обратка подачи теплоносителя и горячее и холодное водоснабжение. Пока не знаю точно, придется ли мне туда пускать горячее водоснабжение, но холодное точно придется. И еще, почему я хочу горячее пустить? Потому что все банально. Душевая лейка, она не сможет поднять с котла воду наверх. Понятно? А труба под давлением ее поднимет. Может быть в бане, в котле мы вообще не будем использовать нагрев воды. То есть этого котла с водой не будет. Просто как в сауне. Просто котел и камни. Возможно так. Посмотрим, посмотрим, друзья. Все благодаря вашим советам, все благодаря моим мыслительным процессам. Мы определяемся. Давайте работать, а то мы что-то много разговариваем. Я пробурился в ту комнату, потому что у меня там есть выход в котельную. И я это считал по 32 трубе. Посчитал 32, 32, 32. Но гофра, она еще забирает какой-то размер. Мне сейчас надо вот этот камень убрать. И тогда я смогу уже продеть сюда 4 трубы. А еще я хочу сказать, что вот тут идет камень 380. Его тоже надо вытянуть, и он тоже пойдет у нас по этой линейке. Работаем, парни. Работаем. Мне нужен перфоратор. Стены я, видимо, начинал возводить в богатый год. А иначе как объяснить тот факт, что ноль я отбивал огнеупорным кирпичом? Так, я понимаю, что есть противники гофры металлической. Но я все-таки решил, что это будет правильнее. Хотя она, конечно, тут не нужна. В общем, в металлическую гофру я прячу кабель 380 вольт. Напомню, этот кабель будет питать варочную панель на острове. На мой дом выделено всего 15 киловатт. Так вот, вешая варочную на три фазы, мы нехило экономим свои киловатты. Если честно, снимать очень неудобно, потому что минус 10. И мне постоянно приходится прятать камеру в карман. Потому что быстро замерзает батарейка. Если у кого-то есть какие-то идеи, как сделать, чтобы камера работала дольше, я буду очень рад. Хотя можно, наверное, подключить пауэрбанк. Да? Надо подумать. Это мысль. Сейчас почищу и нарежу линию до самого входа. В общем, смотрите, я хочу, чтобы для дома это было максимально комфортно. Я хочу воду вывести под плитой. Здесь же я уже ППС заложил вон там. Поэтому я просто с той стороны сейчас выштроблю ППС на размер. И туда просто загоню трубы. И так они будут храниться до момента, пока мы не построим баню. На трубы я поставлю с той стороны пробки, заглушки. И так они будут у нас храниться пока. Так, ну и следующая задаченька – это проложить вот эту замечательную штробу до самой бани. Это я сделаю буквально за 10 секунд. Смотрите. Поразило, насколько же крепко клей-пена местами держала экструзию. Пришлось даже использовать лопатку перфоратора. Вырезанные элементы я позже пущу на утепление септика бани. Теперь для того, чтобы потом зафиксировать эти трубы навсегда, чтобы они не двигались, по краям в некоторых местах я сделаю небольшие отверстия для перфоленты. И ей фиксану трубы потом на саморезы. Бетон, разумеется, сам хорошо придавит всю конструкцию. Но пока идет монтаж, мне так удобнее. Длинным буром на 12 выбрал экструзию под дверным проемом. Здесь пройдет трасса питания бани. Так, отверстие готово. Сейчас здесь я их просуну, трубы, и потом все это дело запеню. А здесь они у нас потом повернут, и тут будет стоять коллектор теплого пола уже в бане. Люблю, когда на рабочем месте чисто. Да и уложенные линии лишний сор не к чему. Попал на очень интересное занятие. Оказалось, что эти трубы с алюминиевым слоем, соответственно, их надо чем-то срезать. Ну, я не нашел ничего удобнее и подручнее, чем болгарку и ножиком уже дочищаю остатки. Всегда паял, никогда не брал с алюминием. Тут с алюминием попались. Ну, это, видимо, фирменные. Ну, что ж, придется заморочиться, потерять время побольше. Готовлю трубы к укладке. И вот именно где-то на этом моменте я подумал, что как-то все идет неуклюже. Хоть я и стараюсь делать все аккуратно, да и опыт имеется, но что-то здесь не так. Ребят, реально, уже вечер, и я до сих пор все еще зачищаю эти трубы. Просто у меня аппарата нет специального. Приходится это все делать болгарином. И вот смотрите, видите, внутри трещинка. Я не знаю, но я думаю, она заплавится. У меня появилось следствие того, что я холодную трубу резал ножницами. И она просто щелкнула, она просто лопнула. Сейчас я хочу попробовать феном согреть трубу и порезать, как она будет резаться, лучше или нет. Я сразу еще раз говорю, друзья, я только постигаю науку сантехника. Ну, или как там, человек, который занимается отоплением. Для меня это пока вообще чуждо. Поэтому, получается у меня или нет, судить вам, рассказывайте, как вы это делали. Реально, вот сегодняшний весь день я потратил вот на эту штуку. Хотя привез работы себе намного больше. Но, видимо, все буду делать остальное завтра. Но сегодня эту работу я хочу закончить. Осталось зачистить всего лишь сколько? 8, нет, ну нет, много еще на самом деле. Штук 16, наверное, соединений. Вот я алюминий снимаю болгарочкой, потом ножичком прохожу. И это единственное, что внутри трубы много хлама всякого. Вот как его потом промыть? Наверное, когда уже система промывается, да, перед пуском ее. И там, где шламоприемники, оттуда собирается весь мусор. Я думаю, это так делается. Но вы напишите просто, мне интересно. Хотя до этой темы мы еще дойдем позже. Так, попробую сейчас феном погреть. О, конечно. Конечно, вообще легко. Попробую показать, как это делается с трубами, которые холодные. Вообще аккуратненько получилось. Я буду сейчас все паечные швы смотреть внимательно. И потом обязательно опрессовывать эти трубы, прежде чем заливать это в бетон. Это обязательно. Ладно, поехали дальше. А вообще, может, я зря переживаю, болгарка ничуть не хуже справится с этой работой по зачистке слоя фольги. Наконец-то зачистил все сварные соединения и готов начать паять трубы. Надо сказать еще одну важную вещь. В этой линии будет протекать не очень-то и горячий теплоноситель. Это же будут теплые полы в бане. Поэтому я, возможно, вообще зря переживаю. Тут и линейного расширения это никакого быть не должно, по сути. Упаковываю трубы в гофру, чтобы зря не греть плиту дома. И укладываю все на свои места. Все, аккуратненько получилось. Прям класс. Надо паять начинать. Взял паяльник у соседа. Поставил на 260. Единственный косяк, ребят, у недорогих паяльных аппаратов, у них тефлон очень быстро сгорает на насадках. Есть такая проблема. Потом он начинает просто вонять. Ну, то есть, вы паяете, а он ланяет. Поэтому мне сказали, что почаще протирай тряпкой и все будет хорошо. Видимо, так и буду делать. Ну что, попробуем? Принцип очень простой. Соединяем. После того, как они дошли до конца, считаем до 6. Вытаскиваем, спаиваем. Все. Если у нас есть определенные направления, которые надо точно, то лучше сделать маркировочки маркером либо карандашом. Ну, в моем случае сейчас вообще без разницы. Ногами удобно зажимать паяльник. Крутить и не стоит, как мне объяснили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Соединяем. Опа. Село. Там что-то видно даже. Кстати, первый блин не так, чтобы комом, но я смотрю, что небольшие бортики там появились. Значит, надо все-таки чуть-чуть-чуть поменьше держать. Но сплавилась она прям, видно, что на века. Вот эти интересные. Они есть белые, а есть вот такие прозрачные. О, кстати, не убрал алюминиевый слой. Это очень плохо. Маленькие. Да это так? Варить трубы в минус 10, это шикарно. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Ну-ка, смотрим. О, тут прям вообще шоколад. Отлично. Тут прям супер склеилось. Ну, надеюсь, что я делаю все правильно. Посмотрим. Короче, надо держать, прям вот, знать вот эту дольку. Немного и немало. В который раз хочу сделать оправдание, почему я все это сейчас сооружаю. Хотя на улице дубак, потому что я поставил себе задачу. Не знаю, друзья, смогу я это или нет. Но мне очень-очень охота уже в этом году, Новый год уже прошел, в этом году заехать в этот дом, пустить в него тепло. Я мечтаю в этом 7 лет. С момента, как я строить начал забор. А его я строил целый сезон. Ну, потому что мы выкладывали кирпичи, правильно закапывали все эти столбы, этот целый сезон ушел. Я сильно не торопился тогда, вот сейчас уже тороплюсь. Ну, реально охота. Ну, просто, ну, в никуда уходит работа и хочется, конечно, уже что-бы... Ба! Мы тут с вами, короче, начали отделочку. Это мы запаяли, теперь надо это впаять вот в это. Тут я даже не знаю, как снимать, потому что, блин, Сейчас я тут буду прям изощряться. Так, на всякий случай аппарат ставлю сюда, чтобы мне можно было резко это все переложить. Переворачиваю. Видишь, он переворачивается, и он будет положить и запаяться. Теперь я вставляюсь. Ай-яй-яй-яй-яй. Йок-конфюрер, а. Выдергиваем, везде выдергиваем, блин. Я не знаю, что получилось. Это было очень... Это обязательно надо все проверить будет под давлением. Очень неудобно это делать в этом месте. Давай. Все, выдергивайся. Выдергивайся, выдергивайся. Ой, тут уже получше. Тут уже получше получилось. Так, сейчас это резко вплавляю, бросаю, вставляю. Попробуем. Вдергиваем, ну дергиваем, вставляем и вставляем. Вот так. И что, получилось? Да. Работа идет относительно неспешно, потому что стараюсь делать на совесть. Качественно. Но тот факт, что фольгу снимаю болгаркой, не дает покоя. Ребят, пожалуйста, успокойте меня, что я делаю все правильно. Вроде склеиваю, все хорошо, но в полу это так страшно. Это же все ляжет под бетонную плиту. Отлично. Вроде все отлично. Вроде все хорошо. Внутри вон все хорошо. А вот доверия нет. Ночь. Целую ночь, ребята, я сегодня спал и волновался за то, что я вчера наделал. А по моему мнению, наделал я чего-то не очень качественного. И поэтому, руководствуясь моей любимой фразой «либо делать хорошо, либо вообще не делать», я утром поехал, закупил еще одну партию труб. Те я сейчас срежу, они у меня пойдут на котельную. Они чешские, они крутые. А эти мы в пол зальем. Это СПКшные. Но они тоже держат горячую воду хорошо. И, наверное, это даже осталось бы в таком виде, если бы эти трубы были наружнее. Но у меня трубы будут залиты слоем бетона и потом к ним уже не подобраться. И если что-то произойдет плохое с ними, то мне придется просто их похоронить и придумывать какую-то другую линию обвода. Кстати, все мои прятки, возможно, будут жить долго и счастливо. Но у меня есть волнение по этому поводу. Поэтому я просто взял, заехал с утра в магазин, купил снятие для алюминиевого слоя, купил пачку новых 32-х труб. И сейчас я все это демонтирую и соберу уже систему, в которой я буду уверен, что ничего там не потечет и все будет хорошо. В общем, как вы поняли, видос у нас будет сегодня состоять из двух частей. Как делать не надо и потом, как делать правильнее. Здесь я, как новичок, расскажу все мои пути, опытов над полипропиленовыми трубами. Ну а профессионалы, я думаю, дадут свои советы, а новички что-то подхватят для себя. Потому что учиться на ошибках других лучше, чем на своих. Короче, получилось, что у меня просто такая тренировочка была на чешских трубах. Но я их не выброшу. Эти трубы у меня пойдут в котельную. На них я соберу весь водопровод на котельной. Я думаю, что ничего плохого в принципе не произошло. Мои потери составили, может быть, там 500, может 1000 рублей. Ну вот на этом метраже, который уйдет. Вот, кстати, ни одного отрезка на выброс не пошло. Вот вчера с этих 30 метров. Ну, в общем, сейчас я это быстро переделаю. Вы в быстрых кадрах это посмотрите. И мы с вами погоним уже делать дальше. Радиаторную сеть вырезать, прокладывать шитый полиэтилен. Я сейчас его в котельной буду греть. Он у меня там, в котельной, в овощехранилище. Он у меня сейчас греется. И, в общем, наша задача это все сделать и готовиться уже к навеске радиаторов и опрессовке коллектора. Все, вот так. И поэтому следите, пишите ваши комментарии. Я отвечаю на каждый ваш коммент, который идет по теме, конечно. Очень вам благодарен за вашу поддержку. Так, все, работаем. Почему-то я уверен, что второй раз у меня получится это уже качественно. И спать я буду спокойно. Но, ай, косипорчик. Скажите мне, вот как знающие люди. Смотрите, я купил вчера вот такие замечательные ножницы. Русские ножницы, на которых написано максимально 42 труба. Сейчас, когда разбирал конструкцию, у меня алюминиевая моя 32-я просто щелкнула и все. Мне пришлось пользоваться болгаркой. В принципе, чистит нормально. То есть, потом пальчиком защищаешь, это, наверное, от перчатки грязно. А слой-то нормальный получается. Ровненько. Еще я вчера взял у второго соседа вот новый аппарат. Он меньше воняет. Но хотя тефлон тоже видно, что на папе срезан, на маме он есть. Все-таки думаю, что сейчас у меня получится качественнее. Буду делать это аккуратно, с вниманием. Вот мои вчерашние трубы. Я решил протестировать на качество. Я взял просто вот такую муфту и распилил ее пополам. И вот что у меня получилось. Что говорит о том, что скорее всего можно было ничего и не переделывать. Я не вижу никаких раковин. Не вижу никаких проблем. Единственное, что видите, просвечивает, потому что алюминиевый слой снят неравномерно. Только в этом беда. В остальном... Ну да, еще в муфте я не доходил до конца порой. Вон видите, да? Опять же, это символизирует только о том, что я делал, значит, даже... То есть, снимал немножко, что даже не мог дотянуть. И самое интересное, вы видите, что нет нигде заусенцев. Видите, да? То есть, заплавлено хорошо. Не знаю, не знаю. Все равно волнение было. Разобрал. Сейчас соберу новую. И думаю, у меня волнений уже не будет. Ну, зато вы можете учиться на ошибках чужих. На моих ошибках. В общем-то, у меня такая мысль, что сегодня будет только серия про пропилен. Хотя я очень постараюсь про вшитый полиэтилен тоже начать снимать сегодня. А, ну, в смысле, в этом ролике. Так, ладно. Паяем. Смотрите. Затаскиваем все до конца. До упорчика. Раз, два, три, четыре, пять. Вытаскиваем, вытаскиваем. Вытаскиваем и вплавляем. Но вот тут у меня вообще волнений нет. И внутри видно заплавка. Тут у меня сразу уверенность, что я сделал хорошо. Да, это прям видно. И уверенность еще вторая, что, ну, опять же, почему? Потому что ничего не снимал, нигде ничего не срезано. То есть, просто заплавил и все. А плавил, я поверьте, мне уже в своей жизни немало. Теперь, для того, чтобы вот это мы сделали ровно, я сделаю пометку маркером. Вот так. И теперь, я точно уверен, главное пометкам сделать, и она соберется в идеалочку. Что-то подобное у меня должно получиться в количестве четырех штучек. А да, еще интересно, ребят, я вам показал, говорю, вот так, смотрите, вот, и здесь пометил, и вот тут. Когда начал заплавлять, она сразу же, вот это ушла в расплав. Поэтому надо либо делать три сантиметра, либо уже на расстоянии трех сантиметров. Честно, с такой трубой мне работать намного приятнее, чем с этой, блин, металло-алюминиевой. Она даже, она даже выглядит, посмотрите. прелесть вот эта. Но у нее есть косяк. У нее линейное расширение больше, чем у этой трубы. По вот этой завязке, которая вот здесь у меня расположена, именно вот в этом месте, я уже буду сто процентов спать спокойно. Потому что я просто вижу, какие швы внутри. Вон, я понимаю, что тут все настроится. Я еще не решил, где здесь будет холодная вода, где горячая, где будет подача, где обратка на баню. Это все решится чуть позже. как здесь будет удобнее располагать, так и сделаем. Потому что я сейчас стою как раз над скважиной, и, возможно, от скважины вода пойдет вот здесь. А это пойдет у нас на котел, скорее всего. Потом, когда будем котельную делать, я трубы прокину сразу и заштукатурю здесь ровненько. Кафель у меня все равно будет доходить до этого места не выше, потому что всю электрику прятать в потолок, поэтому керамика будет где-то вот до того места. Я смотрел, чтобы вентиляция пылесоса была именно не перекрывалась. И все. Мне нравится. Моя душа уже довольна. Пойдем делать остальное. Овощи хранилища сейчас просто шикарно. Там прям жара. тут у меня аппаратура моя сохнет. Там пена монтажная. Вещи, которые я переодеваю в процессе, вы же видите, что я постоянно то в одном, то в другом. Сейчас это немножко промокнет, и я это переодену в другую одежду. Вот так и работаем. Работаю. Вот так я. Классно. Друзья, блин, это реально свой дом. Я вот, если вы еще думаете, не думайте, начинайте. Просто начинайте. Но опять же, если вы горите этой темой, если у вас она прям прет, если вам она так себе, то не надо. Наймите людей, они все сделают. Вы будете просто раздавать указания. Я делаю для себя. Ну, это заметно. Надеюсь. Не знаю, мне даже беленькие трубы как-то больше к душе лежат, хотя они в полу останутся. Про линейное расширение, в принципе, чего волноваться, если все сейчас в гофру затяну. Там она расширяйся, не расширяйся, это никого не тронет, никому это не повредит. Вот. Вот как выглядит это соединение наверху. Я думаю, что вы согласитесь со мной, что это, что это теперь выглядит, ну, блин, прям круто. Прям по-заводскому. Вот в этих уголках и в тех, которые с той стороны, я уверен, ну, на сотку. Реально на сотку. То есть теперь бетончиком зальется. Это тоже, наверное, надо защитить. Наверное, небольшими, да, чтобы все равно расширение нас будет во все стороны идти, пусть здесь будет демпфер какой-то, чтобы не в бетон упиралось, а в какой-то слой утеплителя. Последнее, за что я сейчас волнуюсь, это в том, что я трубы пилю болгаркой. Только в этом. Но я же потом чищу все, все ошметки. Поэтому, чего волноваться, правильно? Друзья, я не стал растягивать этот видеоблог на час, хотя было чего вам рассказать сегодня еще. Обещаю сделать следующую серию насыщения, но не показать вам мой промах я тоже не мог. Встретимся на монтаже радиаторной сети на следующей неделе. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok